Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем пятую главу второго послания апостола Павла Коринфянам. В этой главе апостол Павел завершает похвальное слово своему апостольству. Первые христиане, которые уверовали в воскресенье, многие из них были уверены в том, что крещение является некой прививкой и противоядием от смерти. Поэтому тот, кто стал христианином, он физической смертью не умрет. Между тем, проходит время, и многие из тех, кто принял крещение, умирают, умирают и апостолы. И апостол Павел тоже в этот момент, когда пишет послание, он уже испытывает некий страх перед смертью. И поэтому он отвечает вот на этот главный вопрос, который волнует многих из нас, что с нами будет в момент смерти и после смерти. Нам страшно умирать, нам страшна смерть, и что же с этим делать? Апостол Павел говорит, мы ведь знаем, когда бы ни был разрушен земной наш дом, наше временное пристанище, у нас есть на небесах нерукотворный, вечный, Богом приготовленный дом. Необычный образ, образ здешней жизни, земной жизни и образ жизни по ту сторону земной смерти. И апостол Павел здесь употребляет образ скини, того шатра, в котором пребывала слава Божия. Поэтому он говорит, что наша земная жизнь — это некий шатер, и затем нам нужно будет перейти в другой шатер. Шатер, наполненный божественной славой, — это шатер вечной жизни. Но самый болезненный вопрос, конечно, а каким будет этот переход? А нельзя ли, не выходя из нынешнего шатра, сразу приобщиться в вечности? Теперь же в нынешнем своем теле нам остается вздыхать, томясь желанием облечься в небесное наше жилище. Только в таком одеянии мы не окажемся на гиме навсегда. Здесь тоже его мысль звучит, как некая симфония, и нужно различать отдельные аккорды для того, чтобы понять картину. Значит, образ скини, образ шатра, в котором мы пребываем, наше жилище. И другой образ, который он применяет, говоря о жизни, он говорит о жизни на языке одежды. На самом деле мы облечены в это тело, и не нужно думать, что тело в языке апостола Павла имеет какое-то уничижительное значение. Это язычники считали тело каким-то унижением для человека, и поэтому освобождение от телесной оболочки есть некое спасение и блаженство. Нет, наоборот, тело дано Адаму как некий подарок, как некая благодать, для того, чтобы Адам не чувствовал себя нагим, то есть беззащитным, уязвимым, хрупким. Поэтому образ тела и образ одежды здесь взаимосвязаны, это образ нашей земной жизни. И поэтому переход в другую жизнь апостол Павел сравнивает к тому, как мы снимаем старые одежды, которые уже обветшали и не годятся, и одеваемся в новые нетленные одежды, фактически это и есть момент воскресения, для того, чтобы нам не оказаться никогда голыми. Апостол Павел говорит, что он боится оказаться обнаженным, потому что это образ смерти. Фактически он говорит, я боюсь умереть. Он нас возвращает к истории Адама, которому змей пообещал, что вы узнаете нечто, и в результате что происходит, они действительно начинают видеть, и что они увидели? Они увидели, что они обнаженные, и им становится страшно. «Оставаясь до времени здесь, в бренной хижине нашей, мы сокрушаемся, неся свое бремя, но хотим не раздетыми оказаться, а облечься в наше небесное жилище, дабы смертное поглощено было жизнью вечной». То есть здесь образ того, что мы снимаем эти одежды, при этом не выходя из шатра, при этом не страдая от ноготы, вот просто чтобы избежать смерти. Есть ли такой рецепт перейти в вечность, чтобы не умереть? Но дальше он говорит, что «такую судьбу уготовил нам сам Бог в залог всего Он и Духа дал нам». То есть Бог точно так же, как дал нам тело, плоть, как некий подарок и царские одежды, точно так же и смерть Он нам дает, как некий дар. И затем мы увидим, что смерть — это как некая река, посреди которой нас ждет Христос, поскольку Он умер, то в смерти мы соединяемся с Ним для того, чтобы воскреснуть вместе с Ним. И все, что было до этого, есть лишь некий залог, зататок. Но подлинная плата в полном размере, она бесконечно превосходит все. Вот почему мы всегда спокойны и знаем, что, обитая в теле своем, мы пребываем на чужбине, вдали от Бога. Наша земная жизнь — это жизнь в изгнании, вдали от Бога. «И живем мы верою, а не видением». Здесь апостол Павел тоже употребляет еще другой образ чужбина, фактически указывает на то, что мы находимся на пути домой, мы как будто возвращаемся домой. И земная жизнь — это некое паломничество. И очень важно понимать, что определяет смысл паломничества. Всегда смысл паломничества определяется целью, ради чего мы идем, в какой град мы движемся, к какому священному месту мы приближаемся. И тогда наше паломничество будет не просто туризмом, прогулкой, развлечением, но сознательным шествием, которое увенчается каким-то плодом, ради которого все это совершается. «Мы спокойны, — повторяю я, — и уже теперь предпочли бы расстаться с этим телом и обосноваться в доме своем у Господа. А потому цель наша в том, чтобы угождать Ему всегда и всюду, в доме или на чужбине. Ведь всем нам предстоит оказаться совершенно открытыми перед судом Христовым, чтобы каждый получил по заслугам за все то, что сделал он земной жизнью, и за доброе, и за плохое». Следующая тема, которая возникает в логике апостола Павла, — это тема воздаяния. И поэтому, совершая это паломничество, нужно делать приятное Богу, для того, чтобы эта встреча была радостной. Не потому, что суд будет состоять в том, что кому-то будет вынесен неприятный приговор. Смысл суда совсем в другом. Это, прежде всего, встреча. И для того, чтобы эта встреча была радостной, то нужно угождать Богу, делать Ему приятное, и это будет приятно и тебе самому. И следующая часть послания посвящена теме примирения. Эта тема очень болезненная для коринфян. Во-первых, то, что произошло между апостолом и коринфянами, некая распря, она требует примирения. Поэтому послание, которое мы с вами читаем, — это послание примирения. И другая вещь. Слово «примирение» именно в истории коринфа звучит очень болезненно. Дело в том, что в какой-то момент истории коринф был уничтожен за, условно говоря, за нечестие коринфян. Глагол, образованный от слова «коринфини», «коринфинизировать», это стало синонимом одного неприятного извращения. И в какой-то момент город был полностью разрушен за его нечестие. И в 44-м году до нашей эры, по повелению Цезаря, город был заново отстроен. Были направлены жители, которые основали заново коринф. И это стало актом примирения и какого-то прощения. Поэтому слово «примирение» именно для коринфин — это что-то совершенно живое и болезненное. Итак, благоговее перед Богом. Мы стремимся людей убедить. Богу же мы хорошо известны. Надеюсь, что также известны и вашей совести. Апостол совершает свое служение только перед Богом. Он почитает, боится и служит только одному Господу. И у него нет такой задачи снискать благоволение или симпатии людей просто для того, чтобы получить какие-то деньги. Поэтому Бог нас прекрасно знает. Нам не нужно перед Ним заискивать. Мы перед Ним лишь благоговеем. И поэтому все, что я проповедую, я проповедую чисто, открыто. Более того, ваша совесть знает об этом. А говорим мы об этом снова не для того, чтобы возвеличить себя перед вами, но с тем, чтобы дать вам повод хвалиться нами, чтобы было у вас, что сказать всякому, кто гордится своим внешним преимуществом, а не тем, что у него на сердце. То есть апостол Павел здесь опять упоминает и указывает на каких-то недругов. Мы не знаем, кто это. Коринфяне прекрасно понимают, о ком идет речь. Поэтому вы можете в ответ клеветникам сказать вещи, что вы наоборот гордитесь мною. Более того, апостол Павел им внушает такую прекрасную мысль, что я горжусь вами, я горжусь своими друзьями, я горжусь своими учениками, потому что вы плод моего служения Богу. И вы некая благодать, которую мне даровал Господь. Поэтому я хвалюсь вами, вы моя гордость. И точно так же вы можете гордиться мною. Опять же, в связи с Коринфом тоже тема людей знатных и важных очень существенна, потому что город основан недавно, и поэтому те, кто являются еще внуками и правнуками основателей, отцов города, пользуются особыми привилегиями. Поэтому вопрос, кто здесь с самого начала и кто из основателей города, а кто, как говорят в народе, понаехали пришельцы, и поэтому не пользуются никаким авторитетом и весомостью, это очень болезненный вопрос для Коринфян. «И если мы безумны были, то это ради Бога. Если же в здравом уме, то это ради вас. Нами движет ведь любовь Христова. С тех пор, как мы пришли к убеждению, один умер за всех, значит, умерли все. Христос за всех умер, дабы живые уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть фактически здесь апостол Павел другими словами формирует очень важную мысль о том, что «живу уже не я, но живет во мне Христос». Христос умер моей смертью, и я умер вместе с ним. Христос воскрес, и поэтому я живу его воскресшей жизнью, жизнью воскресшего Христа. Так что ни о ком отныне мы не судим только по человеческим понятиям, то есть внешне. «Если прежде мы и Христа так понимали, то теперь уже не так знаем его. Ибо кто во Христе, тот новое творение. Для него прежнее ушло, все стало новым». Вот этот образ нового творения, новой твари, говорит о том, что Новый Завет требует нового материала, в том числе человеческого материала, поэтому новый человек, новое поколение людей, начинается новый мир. «А все, что было прежним, обветшавшим, оно ушло». Для коринфян тоже эта тема совершенно понятна. Фактически апостол Павел здесь пользуется политическим языком. Политический от слова «полис» – жизнь города, жизнь коринфа. Речь идет о творении, но греческий глагол означает также основание города, основание нового мира. Поэтому как будто основано новое царство, новый город. И царство Божие, как коринф, которое было отстроено еще совсем недавно на их памяти, точно так же царство воскрешего Христа – это новое творение, новый град. И все это от Бога. Он примирил нас с собой через Христа и поручил нам служение примирения. Точно так же, как Христос берет на себя грех мира, и тем самым человек предстает перед Его Отцом безгрешным и чистым, точно так же и своим ученикам Христос оставляет это служение примирения. То есть, как в другой книге, будет удивительный образ. Святые моют одежды друг к другу для того, чтобы было это примирение. «Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям вину их преступлений, и Он доверил нам слово примирения». Слово примирения – фактически это и есть Евангелие и служение примирения. «Мы, стало быть, посланники Христовы». Вот здесь очень важное слово «посланники». Слово «апостол» – это «посланники». Это как некий глашатый, но гораздо важнее представить себе посланников во время войны. Царь приближается к городу и посылает вперед парламентарии, в которые жителям города говорят, «Вот мы вас окружили, у вас есть две возможности». Либо вы поднимаете флаг, и мы входим с триумфом в ваш город, и вы разделяете нашу победу, либо вы сопротивляетесь. Тогда мы делаем осаду и берем вас штурмом, и вы погибаете. Поэтому мы посланники, Христос посылает нас. То есть апостол Павел имеет себя как предвестника этой победы. Он победоносный царь и приходит с этой вестью. «И мы, как если бы сам Бог взывал к вам через нас, просим от имени Христа, примите Богом даруемое вам примирение, примите победу воскресшего Христа». И дальше эта глава заканчивается стихом, который вызывает очень много споров и противоречивых толкований. «Он на Христа, не знавшего греха, возложил грехи всех нас, чтобы мы в нем стали сопричастны праведности Божией». В синодальном переводе сказано еще более необычно. «Не знавшего греха Он сделал для нас грехом». Некоторые проповедники говорят, что вот и Христос стал грехом, а слово «грех» в Ветхом Завете имеет свое имя, это сатана, и, может быть, здесь есть какая-то странная двусмысленность тайны жизни и смерти, тайны спасения и греха. Примерно точно так же, как змея в нашем сознании одновременно есть и образ смерти, потому что змея ядовита и может вызвать смерть. Но вместе с тем змея – это символ медицины, потому что в каких-то дозах змеиный яд является целебным средством. И поэтому здесь как будто какая-то странная алхимия, медицина. Бог для того, чтобы нас спасти от греха, сам становится этим грехом. Но в действительности здесь используется риторический прием, который называется метанимия, потому что в еврейском языке слово «грех» и «искупительное жертвоприношение», то есть жертвоприношение, которое снимает с тебя грех, является очень близкими по написанию словами, и иногда могут приниматься одно за другое. Поэтому апостол Павел здесь говорит о том, что Христос стал для нас искупительной жертвой за грех, жертвой примирения, жертвой умилостивления. Что означает «не знавшего грех»? Протестанты и люди, которые вообще понимают грех, прежде всего, как нечто нравственное, то есть какой-то неудачный поступок или смертельный поступок, грех – то, что является однозначно плохим, они думают, что просто Христос не совершил ничего дурного в своей жизни, и поэтому он не познал грех. Но здесь у апостола Павла совершенно другой образ. Человек, который не познал грех, он воспринимает мир совершенно другими глазами. Почему праведники видят некоторые вещи, которые другие не видят? Потому что грех становится какой-то пеленой, которая закрывает от нас мир. Поэтому праведники бывают прозорливы. Точно так же Христос, который не познал грех, фактически он видит мир глазами Бога. Вот что хочет сказать апостол Павел. Для того, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Точно так же, как Христос, не зная никакого зла, видит нас непорочными, грех он видит только как боль, точно так же он делает нас праведными перед Богом. Когда Бог-Отец взирает на учеников Христа, он видит в них образ своего Сына. Вот таким таинственным, странным и парадоксальным образом апостол Павел объясняет суть своего апостольского служения и суть служения примирения, которое Христос доверяет своим ученикам. На портале Экзогет.ру с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.